Субтитры создавал DimaTorzok Хоть и даже может быть постгеномики, потому что в узком смысле геномика это исследование распределения разных эпигеномных характеристик по всему геному на основе тех знаний, которые у нас имеются в последовательностях. Мы работаем с трехмерной организацией генома. Для начала я, наверное, должен отметить, что с школьных времен посознательно рассматривал ДНК не столько как линейный полимер, но как раз тянут расширенный полимер. На этом конкретном изображении, если посмотрите на данную модель фрагмента ДНК, каждый скажет, что фрагменты или элемент сегмента последовательности B находится ближе к A, чем к C. Однако в реальной жизни может все это быть на самом деле очень по-другому, потому что геномные фрагменты могут складываться таким образом, что A и C будут физически находиться рядом, а B будет находиться где-то далеко. При осознании важности такой ситуации функциональной так или иначе породило то направление, которое мы назвали трехмерной геномикой. Но почему это важно? И важно ли это? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать то, как регулируются эукриотные клетки. Самое важное, что вдобавок к промоутерам, которые располагаются в самом начале транскрипторных единиц, имеются удаленные энхансеры, которые могут находиться либо рядом с промоутерами, а могут находиться и далеко. И механизм действия этих удаленных регуляторных элементов недостаточно ясен. Тем не менее, современная модель, говорящая о транскрипторных факторах, об триггерах, соответственно, таким образом, создается, скажем так, активационный компартмент. Для того, чтобы для активизации энхансером соответствующий ген промоутер должен находиться в этом компартменте не столь... Если же энхансер находится далеко от гена, а промежуточный сегмент, он выходит из этого компартмента, несмотря на то, что энхансер находится рядом с промоутером. Это касается не только активаторов, есть также и такие элементы, как сайленсеры, которые создают так называемые репрессированные компартменты. С одной стороны, глупость, смущенная ситуация, зачем так далеко располагать, такие кольца делать, но это на самом деле делает регуляторную систему намного более гибкой. Это позволяет как одному гену активизироваться рядом энхансеров или комбинаций разных энхансеров, так это позволяет лучше адаптироваться к разным стимулам и внешним условиям. Это также позволяет одному количеству генов находить, например, двум генам, активизироваться двумя или более энхансерами. Это важно в случае вовлечения в производство каких-то продуктов, важных для сбора отдельного протеинного комплекса, ряда промоутеров энхансеров. Это таким образом создает промоутеровую систему высоких эукариотов, очень гибкой делает и повышает способность регуляции. Посредством простой реконфигурации такого растянутого геновного сегмента, в данном случае, который содержит тканеспецифичный ген, энхансеров и промоутеров, можно активизировать этот ген посредством сближения его к энхансерам или, наоборот, подавлять, приближая этот ген к сайленсерам. Но за это приходится платить. В этом случае и оплатой будет тем, что в результате очередной реконфигурации онкоген может оказаться рядом с энхансерами. Это активизируется, и это явно не является изначальной целью соответствующего каскад регуляторов. К счастью, для нас не так часто это происходит. И вот это описывается как уровень с пространственной геномной организацией. Почему? Потому что хромосомы разбиваются на функциональные структурные блоки, известные как топологически ассоциированные домены. Все взаимодействия, которые я до сих пор описывал, в основном имеют место внутри данных топологически ассоциированных доменов и функциональных взаимодействий. Топологически ассоциированные домены, они сегрегируются внутри активных и неактивных ядерных компартментов. Это то, что во многом схоже с тем, что люди раньше называли элтохроматин и прочее. Эти домены также состоят из более мелких контактных доменов, таких как ДНК-кольца, связанные с закрепленной взаимодействием площадок CTCF, точек CTCF. Теперь, как мы знаем, что это организовано таким образом? Текущий взгляд, понимание и пространственные организации с еукариотического генома основаны на анализе хайси-карта, на основе легирования близкого расположения, показаны разные элементы, фиксированные формальдегидом, потом периодически способны создавать связи, соединения с фрагментами, которые на ДНК находятся далеко, но пространственно рядом. Ну а далее способны заполнить рестрикционные фрагменты биотина для того, чтобы их разделить, а потом легировать. Таким образом, соединения этих фрагментов искусственно происходят, и возможно его вытянуть в биотине посредством секвенирования. Можно увидеть, какие фрагменты располагаются близко друг к другу в таком ядерном пространстве. На самом деле, эти данные были представлены, обычно представляют все так называемые хитмэпсы, которые показывают вероятность взаимодействия между различными фрагментами вдоль хромосомного плеча. Вот это вот хромосомное плечо, и такая схема организована таким образом, что, например, если вот этот фрагмент взаимодействует с этим, то у вас есть, вы увидите очень такие яркие точки, высокая вероятность взаимодействия. Но на самом деле, это не так уж много таких сильных точек, зато есть треугольники, которые соответствуют доменам, в пределах которых эти взаимодействия гораздо более вероятны, чем между различными доменами. Они обычно титируются как хромосомоглобальные, и только в последнее время некоторые данные из прямых экспериментов показали о том, что это на самом деле есть такой эффект. Что я хотел бы в конце вступления, я бы хотел сказать, что немного людей, на самом деле, думают, что все это, все знают, конечно, но немного людей обращают внимание на то, что все эти данные являются результатами биохимических экспериментов, и поэтому они представляют себе среднюю ситуацию для большого количества клеток. Например, сотни тысяч или миллионов клеток. И в какой-то степени, в каком-то смысле, этот анализ похож на анализ средней температуры по больнице. То есть информация довольно ограничена, какие-то общие черты вы можете найти. Ну, на основе этих результатов, например, можно отличить госпитальную инфекцию от хирургической инфекции, но в целом очень трудно получать конкретные результаты анализов для этого анализа. Что очень важно, то все регуляторные процессы проходят не в средней клетке, а в конкретной клетке. Ну, редкие события могут привести к появлению, например, рака, который в конечном итоге будет выбран и приведет к раку. И очень важно понимать, что эта общая картинка представляет ситуацию типичную для конкретной клетки индивидуальной, а не для группы клеток, потому что домен, например, может быть получен с суперимпозицией некоторых петель, которые существуют в индивидуальной клетке. Но, итак, важный вопрос, помимо других всех, является ли топологически ассоциированный домен существовать в индивидуальной клетке, и которые составляют, или компьютер, сгенерированный среднюю клетку. Для того, чтобы ответить на этот вопрос и другие сопутствующие вопросы, необходимо провести этот анализ не только группы клеток, но и индивидуальной клетки. И это называется так называемая хайсия отдельной клетки. И в прошлом году мы предложили протокол, который позволяет проводить подобного рода анализы. Вообще говоря, это была дипломная работа студента молекулярной биологии Московского университета, факультета Илья Флемера. Это был очень успешный проект, как вы видите, он был опубликован в журнале Nature. И сама идея этого эксперимента была в том, чтобы начать с нормальной группы по их хайсии, и потом были шагов легирования. Потом мы разделили клетки вот эти отдельные колодцы, там каждая колодца одна клетка, и потом мы усилили ДНК и полимераза 29. После чего у нас уже было достаточно ДНК для того, чтобы проводить химический эксперимент. Она может быть фрагментирована, а потом секвенирована. Было несколько технических проблем с этим протоколом. И особенности, потому что это была полимераза, которая может иногда переключать матрицы, и в результате этого переключения этих искусственных, создаются искусственные такие связки, и требуется биоинформатический анализ, потому что только те фрагменты, которые содержат... Не все можно брать в рассмотрение. Есть хороший контроль, может быть. Мы, может быть, иметь только 4 пересечения вот этих, если это X-хромосома. А там должно быть только 2 пересечения. В нашем случае это было как раз тоже самое. Проблема техническая с протоколом еще и в том, что коэффициент очень низкий, потому что нет баотина. И вот это результат эксперимента. Здесь вы можете видеть на этой шкале это в миллионах, а это в тысячах. То есть для миллионов секвенированных фрагментов 10 тысяч пересечений, соответственно, коэффициент где-то 0,5%. И там речь идет порядка где-то 100 миллионов, которые вы можете получить, и достаточно получить до 6 количественных фрагментов. Мы используем эти данные для того, чтобы составить хит-карты, получить геном организации отдельных клеток. И вот здесь вы видите эти хит-карты. Это вот группы, которые мы здесь показывают. И это там, где вы здесь можете видеть топологически ассоциированные. Но самое важное заключается в том, что вы также способны видеть это на тепловых картах индивидуальных единичных клеток. Это стало возможно, поскольку в наших исследованиях достаточно детальные анализы. Разрешение 10 кВт достаточно. Всего мало очень работа обликована по хайси-карте единичных клеток. У нас как минимум один порядок более точное разрешение. Это позволяет нам хорошо видеть топологически ассоциированные домины в единичных клетках. Ответ на самом деле тут на основной вопрос исследований уже найден. То, что топологически ассоциированные домины в единичных клетках существуют. Тем не менее, очень важно провести соответствующий анализ данных. Вопрос был до какой степени они могут происходить, случай в случае, для того, чтобы это сделать и сравнить реальную хайси-матрицу с матрицами сгенерированные в случайном режиме. И для этого вот здесь мы смотрим эту диагональ. И затем распределяем в случайном порядке, чтобы получить эту случайную матрицу. А потом мы их сканируем вот этими окнами различных, скользящими окном различного размера. И смотрим на количество контактов в каждом окне и распределение количества контактов. И вот здесь вы видите результата. То ли мы делаем это с рандомизированной матрицей. И мы видите, что это пасоновское распределение. Это реальное распределение. Они не сильно отличаются, не отличаются. Однако, если мы это сделаем с хайси-матрицей, то распределение совсем другое от пасоновского распределения. И есть кластеризация этих контактов. И видим, что эта матрица на самом деле содержит контактные домены, которые в принципе не могут являться причиной флюктуации. А потом нужно было аннотировать топологически ассоциированные донеры, используя компьютерные инструменты. Есть много компьютерных инструментов, которые используются для аннотирования топологически ассоциированных групп. А для отдельных клеток они не всегда работают. И лучший из которых мы уже использовали в предыдущих исследованиях, это тот, который исследованный на модулярности. Мы пытались взять его внимание для кластеринга сигналов. И что изначало было описано в этой работе. И мы использовали модификацию этого метода, который использовался в нашем предыдущем исследовании. И это позволило в принципе делать топологически ассоциированный домен. Однако здесь есть некоторые разновидности проблем. Эти аннотирующие инструменты дают нам масштабированные параметры. И изменением масштабированных параметров мы можем аннотировать контактные домены больших или маленьких размеров. И здесь на этой картинке можете анонсировать эти домены, которые являются более плотными. И домены, которые являются большими, но менее плотными. То есть вопрос заключается в том, какой мы должны принять во внимание, к рассмотрению. Для того, чтобы систематически подойти к этой проблеме, мы смотрели на количество доменов, которые имеют одинаковые масштабирующие параметры и сконструировали график вот такой. Если значение параметров очень маленькое, то все хромосомные плечи рассматриваются как одно большой домен. Если вы делаете его более строгим отбор, то количество доменов увеличивается до тех пор, до какой-то точки. А затем начинается уменьшается, потому что нет таких плотных доменов, которые могли бы аннотировать. Тут очень важный момент. Ну, конечно же, покрытие идет вниз. Второе важное. Важная часть это в середине, где первый дериатив производный равен нуля. Потому что они перестают расти, начинают расти, и склон этой кривой меняется. И кривизна меняется. И вот здесь мы видим две точки рассматриваем. Здесь было 50 киби, здесь 100 киби в дрозофилах. И мы рассмотрим это как этапологические ассоциированные домены. Это так называемые субтаты. И это было в изначальных данных. Но это очень хорошо воспроизводилось на единичных клетках. И, в принципе, мы работали здесь с значениями масштабированных параметров. И прежде всего мы аннотируем эти различные масштабные параметры, начиная с популяции клеток. И то, что мы видим, это популяция, это слияние отдельных клеток, это индивидуальные отдельные клетки. Но наиболее важно о том, что в некоторых моментах картинки получаются очень похожи друг на друга. Здесь, здесь, здесь. Здесь, например, это выглядит как контактные топологически ассоциированные домены могут быть аннотированы к отдельной клетке. Они выглядят очень похожи на те, которые могут быть аннотированы в данных о популяции. Другое очень важное значение, которое следует из этого анализа, то, что на самом деле мы можем показать различные параметры, что даже в единичной клетке топологически аннотированные ассоциированные домены, они имеют археологическую структуру. То есть это не какая-то средняя популяция, а на самом деле реально присущие черта хроматиновой складки даже в индивидуальной клетке. И потом мы посмотрели на расположение границ топологически ассоциированных доменов в индивидуальной клетке. И вот отдельная конкретная область, вот эта популяция, вот эта отдельная клетка. И как вы видите, в большинстве случаев границы довольно стабированы. До этого мы думали о том, что эти контактные домени имеют какие-то преференции в области их локализации, и они отличаются от клетки клетки. Но здесь мы видим о том, что отдельные клетки, большинство границ, они достаточно хорошо определены, четко определены. И не только в отдельной клетке, но также и в популяции. И снова, чтобы проанализировать это более точно, мы сравнили все клетки друг с другом с данными популяции. Это клетки, которые организованы от 1 до 20, потому что у нас было 20 клеток в соответствии с контактов. Это хит-карты, которые красным здесь – это хорошее сходство, синие – это плохое сходство. И вот эта часть, просто смешанные данные, которые мы использовали для расчётов P-значения. Я полагаю, что тут не так уж от всего много видно. Здесь вот чуть более лучшее разрешение. И вы можете видеть здесь нормы, параметры – это сходство. И в принципе, это они показывают, что если мы сможем увидеть достаточное количество контактов, мы видим, что большинство из них граничат с топологически ассоциированными доменами. Они в точности такие же на различных индивидуальных клетках. Большинство из них отличается от индивидуальных клеток. Это неудивительно. В этом плане они имеют то же самое данные популяции. Это очень хорошие результаты, потому что они показывают, что мы можем использовать данные по популяции. Показывают гибкость. Границы индивидуальной клетки не такая высокая. Мы можем также чуть-чуть по-другому это сделать. Мы можем аннотировать X-хромосомы. Лучше работать с X-хромосомами, потому что в этом случае только на X-хромосомы. А потом видеть, в скольких клетках мы можем наблюдать такую ситуацию. И вы видите, что когда есть достаточно контактов с регистрированных, вы видите, вот здесь вот идет сюда вниз, ниже, ниже. Если мы смотрим на... Мы должны сравнивать индивидуальные клетки, хит-карту с популяцией эпидженетических данных, потому что до нас нет эпидженетических данных. Для этого конкретно отдельные клетки, эта проблема в принципе нерешаема. И для этих границ, которые частные, есть очень четкая колокализация с хроматиновыми отметками, маркерами. И их почти нет. И они уменьшаются в этих границах странно достаточно. Для этих границ мы можем наблюдать только очень небольшое количество клеток. Мы можем получить инверсированную картинку. Здесь они вот уменьшаются, и в эту область наступает увеличенное. Это было очень... Мы пытались понять это. И до этого момента мы обратили внимание других, на работу других авторам, которые говорили о том, что есть границы, ассоциированные с промоутерами и не с промоутерами. То есть мы начали смотреть на промоутер. И мы увидели по этому границу, которую мы видим в большинстве клеток, ассоциированные с промоутерами. И эти границы, они также ассоциированы с промоутерами, теми, которыми имеют в различных позициях. Но также ассоциируются с промоутерами, которые не работают в этих конкретных клетках. Вот почему это возможно. Они увеличивают содержание хромоутерного маркера отметки. И мы попытались выяснить, каким образом хромоутерные территории организованы. И мы сделали компьютерное моделирование всей хромоутерной территории, основываясь на этих данных. Это было сделано использование, рассеющую динамику. И единственное ограничение, которое было положено на эту сборку, мы должны были воспроизвести реальные связи, которые мы наблюдали в экспериментальных данных. Здесь вы видите некоторые результаты. Они все похожи, выглядят одинаково, более-менее сферической формы. И здесь ДНК находится по всей хромосоре радужными цветами. Вы видите, что эти цвета не очень сильно перемешаны. То есть, похоже, как фрактальная организация. Однако, если мы проанализируем в деталях, то фрактальность должна быть с масштабным параметром. Одна деленная на три, и здесь единица делить на два. И вот этот склон, который, может быть, интерпетирован двумя линиями, и одна соответствует гауссовскому распределению. И это хромосомная территория. И, может быть, это более-менее попадает в гауссовскую статистику. В ряде моментов они перемешиваются. Теперь, основываясь также на этой модели, мы можем сделать большое количество всяких разных вещей. Ну, например, мы можем посмотреть на форму индивидуальных ассоциированных доменов. Мы уже доказали о том, что границы здесь более-менее одинаковы для всех клеток. Но та же самая форма или нет, мы экстрагируем вот эту частицу ТЭТ, которая здесь показана. Вы можете увидеть, что она может иметь различную конфигурацию, начиная от сферической и кончая до какой-то растянутой такой. Но есть одна более плотная часть вот здесь, и вы можете видеть более плотные части на большинство из них. Можно, конечно же, сказать, это же лишь модели, но на самом деле ли они соответствуют ситуации в живых клетках, это мы можем проверить. Проверить это можно посредством инсейтной гибридизации. Мы выбрали три зонда, два из них расположены внутри ТЭТ, внутри топологически ассоциированных доменов. Между этими и этими одинаковы. Проводили эксперименты по методу ФИШ. Были проведены Лейфлямером, который сейчас работает в лаборатории Винди Бигмарга в Эдинбурге. Мы продемонстрировали, во-первых, то, что дистанция, несмотря на схожие дистанции вдоль генома, физическая дистанция между зондами, расположенными в топологически ассоциированных доменах, намного меньше, чем ожидалось. Но самое важное, когда проводили анализ моделей, мы смогли получить те же результаты. Другими словами, мы смогли посредством инсейтной гибридизации в живых клетках, смогли получить такие же данные использования таких моделей. Можно, естественно, экстрагировать другую интересную информацию, например, посмотреть на то, насколько сколь активные и неактивные регионы располагаются внутри хромосомы соответствующих клеток. И в целом мы видим, что голубые – это кластеры поли-комб, активные регионы, они относительно хорошо распределены, находятся не только за пределами хромосомной территории, как предполагали некоторые ученые, но и внутри. Соответственно, картинка более сложная. Ну и последний эксперимент, который бы хотел описать – это нахождение, нет ли пути внутри хромосомной территории, схож он или нет в разных клетках. В данном случае мы анализировали кластеры клетокомба внутри хромосомной территории, маркировали номерами от 1 до N. В данном случае до 6, но, конечно же, не 6, в целом реально есть, а более. Ну а дальше типовую карту создали, показывающую взаимодействие одного региона с чем-то другим. Идея, отображенная на этом стадии, заключается в том, что сегмент 1 и 2 создают свой кластер, 4 и 6 кластер создают. Здесь, соответственно, должен быть сильный сигнал. Типовая карта в этом и в этом положении. Теперь смотрим на единичные клетки и видим, что паттерн данных сильных сигналов в единичных клетках очень сильно отличается. Из этого анализа следует то, явно то, что путь ДНК в хромосомной территории очень-очень отличается в разных отдельных единичных клетках. Ну и выводы из всего исследования говорят о том, что, ну, во-первых, топологически ассоциированный доминос, существующий в единичных клетках, существует. Самое важное. Второе. ДНК является характерной особенностью складывания хроматима, и это может по-разному быть в отдельных единичных клетках. Дальше стабильные и нестабильные границы, соответственно, различаются. Ну и долгосрочные складки генома на уровне индивидуальных хромосом могут определяться как глобули. Ну и, а если уж сжать выводы, то два самых основных вывода. Во-первых, профиль топологически ассоциированных доминов, а нестабильная популяция топологически ассоциированных доминов, присутствует в индивидуальных клетках. А форма и пути, соответственно, топологически ассоциированных доминов в ДНК с внутрихромосомной территории очень сильно отличаются от клетки от клетки. Ну и в завершии... А вот еще один слайд, оказывается. Про механизмы. Сейчас вот две модели имеются, говорящие о том, каким образом формируются топологически ассоциированные домины. Наша модель, опубликованная два года назад в журнале Genome Research, то, что они формируются электростатическим взаимодействием между нуклеозомами. Эта модель объясняет, почему мы видим топологически ассоциированные домины в клетках. Другая модель Фуденберга и других, показывающая то, что топологически ассоциированные домины формируются кольцами в различных клетках. Но комбинация топологически ассоциированные доминов в популяционных данных. И эта модель, естественно, несовместима с нашими результатами на единичных клетках. Но ее можно модифицировать, если посчитать, что таких колец много. Но это уже метод, тема дальнейшего анализа. Ну а сейчас наши коллеги, с кем мы работали, вот с левой стороны, наша команда из Института генной биологии Академии наук. Вот это биоинформатики, работавшие с нами в вопросах анализа данных под руководством Михаила Гельфонда. Также частично анализ реализовался группой под руководством Сергея Нечаева, физики, которые проводили моделирование. И Мария Логачева проводила секвенирование, Юрий Шевелев предоставлял клетки для этой работы. А во Франции, в Институте Густава Руасси, мы сортировали ядра в клетках для получения отдельных ядер. Ну и посмотрев на этот список соавторов, можно увидеть интересный тренд ядерной биологии. И то, что основной человек, большую часть которой проводили эксперимент, Влада Захарова и Мария Логачева, все остальные, либо анализы данных, свое руководство проекта, разработка стратегии и так далее. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok